Немножко отдохнули. В общем, что происходит на сегодняшний день? Если мы говорим про образовательную среду субъекта, то это те средства, которые, я думаю, работают уже во всех 86 субъектах нашей Российской Федерации. В этом плане образование регионально ушло достаточно вперед, я считаю. Потому что выступая на различном уровне флорумах, и когда я привожу примеры, что в далеких регионах все хорошо с инфраструктурой, в северных регионах, и достаточно давно работают сервисы для учителей, школьников, и полностью по образованию иногда удивляются. Но это так. Много работаем с регионами, 25 регионов на сегодняшний день. Очень хочу поделиться, что регионы достаточно инициативные. Есть регионы, которые предлагают много сами, и это действительно очень уникально. Несмотря на то, что мы не работаем с Москвой, с Санкт-Петербургом, но в регионах есть очень интересные идеи. Так как мы компания, которая работает достаточно на разных рынках, то есть это здравоохранение, ЖКХ, стройка, социальная защита, то мы решили посмотреть на идею построения цифрового портфолио ученика и его индивидуальной структурой развития чуть-чуть в другой стране. То есть мы не смотрим только образование, его оценки, таби посещаемости и так далее. А мы решили посмотреть, а в каком социальном положении, например, находится ребенок. У нас есть ряд регионов, в которых мы внедрили систему контроля, надзора детей в социально опасном положении. То есть как мы можем говорить о том, что ребенок, например, хорошо может учиться, если у него очень тяжелая ситуация в семье. Причем интересно очень, есть ряд регионов, в которых эту систему курирует Министерство образования, есть ряд регионов, в которых Министерство социальной защиты. В общем, это такой межребрительный проект. Следующее, конечно, медицинская карта ребенка. То есть на сегодняшний день это бумажный носитель, который должен быть в портфолио каждого ребенка. Но если начнем вообще рассматривать о том, что на обучаемость ребенка очень сильно влияет то вообще здоровье, да, прежде всего. И когда мы говорим о том, что часто бывает такое, что там 10-11 лет, почему бы ставить ребенку диагноз, сложная обучаемость за счет там родовых травм, которые были, например. То есть есть реально такие случаи. И мы говорим о том, что раз мы гнидаем медицинскую информационную систему, почему бы данные туда же и не переносить. Вот. Таким образом мы решили немножко так расширить спектр, да, даже с моим подаренным детей и так далее. И посмотреть на ситуацию с другой стороны. То есть в регионе есть порядок, ну, источники данных, да. То есть каждый ребенок, ну, он по-разному автоматизирован, по-разному выстроен на межредственное взаимодействие. Но мы сейчас идем к тому, чтобы у нас была достаточно полная картина, мы должны еще подключать другие ведомства. Это Министерство здравоохранения, Министерство спорта, да, потому что достижения спортивного ребенка тоже важны. Таким образом мы сначала утверждаем источники данных. То есть какие данные вообще в регионе есть. Дальше уже, исходя из там выстроенной модели, реакции, выстраиваемой в некую траекторию развития ребенка. Я сейчас, конечно, говорю, то есть, наверное, будет вопрос, где там внедрено, нет. Это наша идея. Это наша идея, которую мы сейчас прорабатываем в нашими регионами, вот, потому что то, о чем мы вот сейчас говорим, да, это, ну, будущее, то, что должно быть, должно быть выстроено. И, исходя уже из тех данных, которые есть, различным видом аналитики, мы выстраиваем уже траекторию развития ребенка. Так как компания «Борсгрупп» достаточно давно уже инвестировала и сейчас успешно внедряет в проекты по реаналитике, прогнозированию, то нам, в принципе, это, ну, этот проект, мы считаем, что он достаточно, может быть, реальный. Про лесной слайды хочу еще немножко, еще больше расширить немножко сознание, да, когда готовилась к наступлению в одном из регионов, да, было выступление перед губернатором, я думала, как же связать все социальные отрасли человека. То есть, очень интересно, есть стратегия одного из регионов, кстати, Павловского региона, вот, где написано, что, значит, самое главное, это развитие человека, его способностей, его компетенции, то есть, и, ну, вырастить отличного работника. Ну, я задумываюсь о том, что откуда он появляется, вот работник, да, работник появляется в животе, да, то есть, это у нас генетическая карта ребенка, как плода, прежде всего, потому что сейчас эта тема очень интересная, вышла федеральная программа по генетичным технологиям 2027, и сейчас эта тема будет развиваться. Дальше у нас ребенок рождается, идет детский сад, это электронный детский сад, кодекс спортшколы, различные кружки, и, в общем-то, мы получаем от человека с портфелем. И, если говорить более серьезно, я просто вижу улыбки в ваших лицах, но на самом деле, если смотреть каждую область, то, в принципе, в будущем, я уверена, это будет все связано, и из этого смогут появиться уже цифровые сервисы непосредственно родителям, да, и ученикам, потому что, например, уже сейчас мы, вот, если завтра кто-то остается, я приглашаю на сельство спорта, справа спорта, где будет рассказывать о том, что генетическая предрасположенность детей, она уже сейчас можно определять, допустим, по ребенку, там, может ли он стать известным хоккеистом или нет. Вот я приглашаю, будет эксперт, который будет в этом рассказе. Дальше мы говорим про психологию. То, о чем сейчас действительно очень много говорит о посвящении, появился ресурсный центр психологической помощи, который непосредственно будет все сообщество психологов формировать. Это тоже надо все включать, потому что психологическое состояние ребенка, оно очень важное. Это и, в принципе, влияние на то, как он учится, да, то, чего он хочет и так далее. И, ну, я думаю, что в будущем у нас, вот, допустим, в наших телефонов появятся такие различные сервисы, вот, мы привыкли к путешествия, когда это будет генетика, здоровье, образование, сбор, где, в общем-то, каждый человек сможет найти то, что его... Почему вы попалкиваетесь, как реативные способности людей, в сбор, в первую очередь? Огородные дети. У меня было в одном из контекций, обязательно огородные дети, это одно из основных направлений тоже. И, подытоживая, наверное, такой небольшой свой рассказ, я хочу сказать с вами, посчастливилась недавно быть на обеде с олимпийскими чемпионами, и один из них сказал такую фразу, что я не считаю себя великим человеком, я просто делаю то, что говорил тренер и включал мозг. Это я к чему? Я к тому, что я все-таки, как-то дети в первое число, считаю, что мы не говорим о том, что мы можем заменить учителя на цифровой сервисе, его не заменишь. Это обязательно должна быть связь между идти и ком и учителем. Но то, что мы можем дать инструменты, которые помогут сопротивление, например, или понять какую-то эффективность к учителю, органам управления образования. Это я обрендую. С вами. Спасибо большое. Елена, а вот, исходя из презентации, да, мы уже поняли достаточно большой разъем беличных данных с их атрибутами, которые вы готовы, и у вас есть инструментарии, в том числе программы, закодированные решения, да, которые позволяют это все на сегодняшний момент сделать, и у вас здесь вот эти с точки зрения принятия управленческих решений, как вы считаете, что они об этом, ну, вот эти все решения на сегодняшний момент, они работают, у вас есть какие-то ограничения, есть ли какие-то риски в том или ином регионе, где это может не заработать? На самом деле, отличение только одно. Вчера на секции здравоохранения, тоже наш генеральный директор, он сказал, что очень большое открытие между разработчиками и медиками, да, и на самом деле то же самое происходит в образовании. То есть выстроить правильную модель математическую мы, как разработчики, никогда не сможем без следственной поддержки учителей, экспертов этой отрасли. И вот как только мы будем говорить о том, что в регионах или, например, на федеральном уровне мы кооперируемся на тему экспертиз, мы как IT-разработчик, люди, которые понимают, что это станет, да, это на юронных сетях, еще что-то, но мы не можем сказать все-таки, насколько каждый там, допустим, признак может влиять на ту или иную часть развития ребенка, поэтому как только мы экспертно вот со стороны все-таки гидроорганического сообщества подходим, вот тогда получится очень грамотная модель, риск пока только в этом берут. Но я опять-таки хочу сказать, что регионы очень активные, вот, поэтому мы сейчас в регионах предлагаем модель, пытаемся кооперироваться. И еще я хотела вот добавить, Наталья Надеевна по поводу кадров, да, мы сейчас в образовании тоже запускаем с нашим регионом, предложение очень интересное, то есть педагогических футов уже преподавать электронные сервисы, то есть образование, родительскую классу, школу и так далее. И таким образом учитель, который в регионе пройдет этот курс в рамках своего института, он уже приходит к учителям и он в этих сервисах работает. То есть вот этот момент обучения, мы, в общем-то, его пропускаем. Это на самом деле работает, вот, мы давно уже несколько пять лет работаем так с ради, то есть мы обучаем медицинской информационной системе студентов, в прошлом году у нас было соглашение с первым метом, то есть если приводить примеры, две эти отрасли, они очень похожи, это две отрасли, которые социально важны на стойку вообще в жизни и в развитии, поэтому это можно работать, вот как вариант, то есть на базе, допустим, уже много, в которых стоит эта структура, стоят, предстоятельно, ностопа для категорических работников, например, учатых студентов. Хорошо, спасибо большое. Все-таки теперь больше степени ассистемы, как влияние больших данных системы управления, а отрасли, да, в большей степени хотелось бы, конечно же, концептировать внимание, как большие данные, как один из элементов развития цифровой технологии, на сегодняшний момент влияет на содержание образования, то есть на конкретное, процесс познания, получения знаний, управления этими знаниями. И здесь, конечно же, я думаю, есть с чем поделиться с компанией Skyr, как Александр, можно вам слово? Еще раз спасибо, развернусь, чтобы всем было видно и слышно, постараюсь сказать, что у нас сейчас происходит. На самом деле, готовясь командой к этой секции, мы выработали три ключевых тезиса по поводу данных образований, которые сейчас в той или иной фазе находятся в нашем фокусе внимания и фокусе внимания рынка в целом, как нам кажется. Первое, я полностью согласен с Юрией, что данные сами по себе, например, только об освоении обучающего контакта, грубо говоря, ничего не стоят. Стоит комплекс данных о том, что человек, не знаю, делал в этот момент, когда он осваивал обучающий материал, как он, с какой эмоцией потом высказался про него. Здесь есть одна небольшая проблема. Не все, на самом деле, даже программные решения позволяют оценивать, ну, например, степень эмоций по голосу. То есть, буквально новость на вчерашнюю, что Амазон начал только делать такую штуку, которая позволяет по голосу считать эмоции и, соответственно, на основе этого, владельцем смартфона на основе этого принять решение, нравится ему это или не нравится. Если посмотреть число голосовых сообщений в чатах школьников, то это огромнейший массив высказывания информации и, соответственно, нет решения для того, чтобы ее обработать. В этой связи, ну, как бы говорить о том, что сейчас мы сможем комплексно простроить освоение контента, например, то, что человек действительно, какой обратный связан по-другому дает, если он там не каким-то просто кликом ставит оценку, лайк, что-то еще, действительно выражает какой-то динамичный модель, то пока это еще, к сожалению, сложно дело. Поэтому, действительно, стоит строить модель восприятия данных на многофакторном анализе и, безусловно, обращать внимание на генетические предпочтения, на то, что он делает в рамках дообразования, на то, что, где он проводит большое количество времени. И вот тогда данные об обучающемся в любом, и ребенке, и взрослке, они будут иметь очень высокую ценность. Второй тезис, как нам кажется, очень важный, почему он. О данных в образовании говорят достаточно много, давно, но вот именно восприятие данных как сервисные услуги для потребителя, я вот в таком вот очень крутом виде еще не видел. А если посмотреть условный финтех, где-то транспорт, где-то маркетинг, там технологичность обработки данных, именно гипотезы, зачем они нужны, они ушли вперед. То есть, грубо говоря, любой там сервис финансовый, себя плюс-минус уважающий, может проанализировать ваши траты за год, дать какую-то рекомендательную аналитику, что вам нужно делать с точки зрения своей, там, не знаю, истории финансовой, там, на будущий год, например, да. Сейчас в обучении этого пока еще нет, не надо к этому стремиться, надо брать эти практики, пытаться их перекладывать на то, что сейчас есть вообще в целом, из тех данных, которые уже существуют. Это, там, второй тезис. И третий тезис. Я здесь полностью согласен с коллегами и с просвещением, что, что получается, мы можем с помощью интеллектуального анализа данных дать педагогу и дать, в принципе, сообществу оценку той методики, которую он применяет в ходе обучения. И, по сути, ну, мне кажется, каждый учитель больше по-разному дает разные уроки. И, условно говоря, понять и воспроизвести то, у кого это получается лучше, и, условно говоря, максимально поддержать этого человека. Ну, это, знаете, стиль бизнеса, условно говоря, начинает деньги зарабатывать. Вы же видите, там, по нему какие-то, ну, финансовые отчеты, там, человек в просмотре в Ютубе набирает, он понимает, что набирает популярность. Здесь то же самое. Если методика педагога и обучающий процесс, на котором дают в классе, или, там, программа дополнительного образования, она действительно собирает огромное количество массива вот этого одобрения, или, наоборот, там, мне кажется, его можно в режиме постоянном корректировать и брать из большого базы данных то, что можно улучшить. Мы, вот, и... Ну, все это очень затратно по времени и деньгам, к несчастью. Мы, вот, благо, там, додумались пять лет назад рецептокопить эти данные. Сейчас у нас сейчас пять миллионов записанных уроков. Вот, пять миллионов часов, как английский преподается, где-то аудио, где-то есть видео, где нам давали разрешение, как английский преподается один на один, либо в формате группы. Есть сейчас небольшая, там, контекстная информация по математике, в том числе. И сейчас наша ключевая задача будет думать, что с этими данными сделать. Вот, как их использовать и как оценить на релевантности этой методики, условно говоря, даже простую логику, за сколько осваивать, там, зависимость от пола, возраста, социального статуса, которого у нас, к слову, нет, у нас нет привязки, например, в соцсети, там, большое ухудшение, которое мы все время не сделали. Глобально, если говорить про компании и вендоров, которые могут во всей этой истории быть важными и полезными, важны книг предъявлять очень четкие требования. Открытость тех данных, например, которые они делают в формате пополнительного образования, да, и которые могут быть переданы в тот же самый цифровой образовательную среду нацпроекта образования, как один из элементов того, что делают ученики помимо школьного обучающего процесса. И, условно говоря, инфраструктура данных на этой стороне, на стороне заказчика этого процесса, она должна быть для этого быстро. И, ну, здесь мы, в общем и целом, готовы и будем рады про это все научать. Вот как-то так мы это все себе представляем сейчас. Поэтому спасибо. Спасибо большое. Хотел бы все-таки вернуться теперь на взгляд региона. С точки зрения управления процессом системы образования, мы будем сегодня тоже послушать на примере Ульяновской области и то, что Ирина сегодняшняя область. Наталья, кстати, вот теперь в Ульяновскую республику вы, как руководитель организации, по большому счету, являющейся таким оператором вопросов информатизации и оценки качества образования. То есть вы, как организация, которая не только, по большому счету, на сегодняшний момент держит все моменты, связанные с инфраструктурой, с развитием каких-то инфраструктурных проектов в сфере образования, но и в том числе содержание образования. На Ваш взгляд, вот система больших данных, она, в принципе, в сфере существует. Если дата в каком контексте, в каких видах, разродинах, либо системно, и все-таки, вот на примере Вашего региона, как это все выстроено? Очень сложный вопрос в образовании. Я согласна здесь с Натальей Владимировной, что большие данные в одном, где-то в облаке, а учитель в области, а ученики в другом пространстве. И вот здесь вот эти вот три составляющих необходимо соединять вместе. И здесь есть много сложностей. И мы очень надеемся, что наш проект образования как-то поможет нам решить, и в том числе и финансово в плане. Вот первое, что я себе отметила здесь, и мы давно работаем с компанией БАСГРУП, и фактически очень много сервисов у нас внедрено в наши республики. И очень хотим внедрить еще больше. Но мы сталкиваемся, во-первых, постоянно наращиванием требуется финансов, для того, чтобы предъявить эти сервисы. Но это даже не в этом дело. Я вижу в регионах, как отсутствует вообще такое понятие, как интеграция систем в принципе, в образовании в частности. Потому что, так или иначе, допустим, если бы мы хотели видеть какой-то сервис другой компании, то мы, в общем, сидим на игрибах, потому что фактически они друг с другом вообще физически не объединяются нигде и никак. Это жизнь, она очевидна. И какие бы у нас мы пытались произвести там возможности интегрировать, допустим, какие-то финансовые части сервисов в нашу систему ВАРС, у нас ничего не получается, потому что та и другая страна очень просит денег. Вот и все. Конечно, мы очень надеемся, что нацпроект позволит нам внедрить сервисы, но также мы очень надеемся, что будут какие-то стандарты, методические рекомендации, которые позволят этим компаниям выходить вот очень хорошо, сказали, на необходимость открытость данных, открытость кодов, которые могли бы по стандартам вышел.